Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». Привет, сахалинцы! Просыпайтесь, вы подготовили для вас много интересных фактов и новостей. В эфире «Солнечное утро» в студии Юлия Бель. Поехали! О чем шумит интернет? Расскажем, какие видео и фото завирусились в социальных сетях. Сахалинские блоги. Узнаем, что нового появилось в островном сегменте ютуба. Попадание в образ. Лариса Вишнякова соберет «Снегурочку» к празднику. Новый член семьи. Поможем подготовиться к появлению питомца. Вместо чашки кофе взбодримся с фитнес-тренером Екатериной Баландиной. На календаре 21 декабря – день зимнего солнцестояния. Именно сегодня светило поднимется на минимальную высоту над уровнем горизонта, и световой день начнет увеличиваться. Необычность этой даты заметили еще наши предки и окружили ее всевозможными легендами и традициями. К примеру, древние славяне пекли каравай, символизирующий солнце, и зажигали высокие костры, чтобы вернуть светило на небосклон. Другие интересные факты о сегодняшней дате в народном календаре. 21 декабря 1950 года в Москве открыли драматический театр имени Пушкина. Его основали в здании бывшего камерного театра Александра Таирова. Капитальный ремонт рабочей бригады вели несколько месяцев. Фасад оставили неизменным. Зал, в свою очередь, перестроили. Отделали пунцовым бархатом и позолотой. На сцене повесили хрустальную люстру и герб СССР. Первым главным режиссером театра стал народный артист Василий Ванин. 132 года назад состоялся первый в мировой истории матч по баскетболу. Игра прошла в штате Массачусетс, США. Придумал ее учитель физкультуры Джеймс Нейсмит. С тех пор 21 декабря в календаре праздников – день рождения баскетбола. В России игра получила известность лишь в 1901 году. Еще спустя пять лет состоялись первые матчи. А уже в СССР баскетбол стал одним из лидирующих видов спорта. 21 декабря на Руси определяли погоду по облакам. Пересты говорили нашим предкам о грядущем потеплении. Кучевые сулили в югу. Также древние славяне прислушивались к пению синиц. Чирикающие птицы предвещали суровые морозы. Если же пернатые тихо сидели на деревьях, значит придет снегопад. Овнам, девам, тельцам и весам звезды говорят о том, что еще не поздно привести себя в порядок перед праздниками. В этом помогут короткие ежедневные тренировки. Близнецам, ракам, львам и скорпионам стоит погасить все финансовые задолженности, проверить подписки и платежи. Стрельцам, козерогам, водолеям и рыбам небесная канцелярия советует больше уделять времени отдыху. В противном случае есть риск ошибиться на работе. В Италии подорвали дом, конфискованный у мафии. На это потратили 400 килограммов тротила. За процессом наблюдал лично глава региона. Особняк на 6000 квадратных метров арестовали 16 лет назад, но решение снести его власти приняли только в прошлом году. СМИ дом прозвали «экомонстром», потому что он портил приморский пейзаж. Другие интересные новости в обзоре моих коллег. Впервые в Катаре женщина стала капитаном воздушного судна. Амна Халид Аль-Абаидли управляет аэробусом А350. Женщина получила должность за профессиональные заслуги. Она работает в авиакомпании Qatar Airways. Напомним, Катар – страна арабского мира. Там подобное достижение для женщины – редкость. В Турции соединили расколотую землетрясением рощу. На месте разлома появилось изображение двух рук, держащих друг друга. Картину нарисовал франко-швейцарский художник Гийом Легро. Он использовал природные краски, мелый уголь. Площадь художественного произведения – 700 квадратных метров. Главная елка Санкт-Петербурга не дает расслабиться прохожим. Новогодняя красавица на Дворцовой площади качается из стороны в сторону. Виной всему сильный ветер. По словам специалистов, погода елку не опрокинет. Дерево закреплено прочным тросом. Тем временем синоптики фиксируют в городе порывы ветра до 16 метров в секунду. В Геленджике женщина залезла на верхушку 20-метровой елки. Экстремальный инцидент произошел на центральной площади города. Он попал в объективы очевидцев. На кадрах видно, как девушка карабкается по искусственному дереву под одобряющие комментарии подруги. По некоторым данным, альпинистка была в нетресвом состоянии. Делом заинтересовались правоохранительные органы. Если вы еще не подобрали образ для встречи Нового года, обратите внимание на символ праздника. 2024 пройдет под покровительством дракона. До непростого, от деревянного зеленого. Так что стилисты рекомендуют использовать в нарядах природные оттенки и делать ставку на простоту и удобство. Когда на солнечном утре звучат факты из мира красоты и стиля, время передавать слово профессиональному визажисту Ларисе Вишняковой. Доброе утро! В преддверии такого волшебного праздника, как Новый год, мне хотелось для вас показать что-то необычное. И сегодня мы будем делать праздничный макияж в Снегурочке. И в гостях у меня Катя. Катя, привет! Здравствуйте! Итак, что мы делаем? Ну, как всегда, чтобы нам начать макияж, нам нужно очистить кожу. Очищаем кожу лица. Если мы говорим о таком сценическом макияже, то здесь ваша фантазия многогранна. Вы можете сделать как стразы, так большие пушистые ресницы. Может быть, вы сделаете цветной тон лица. Да, может, вы будете водяным. Например, вам нужно будет что-то с деленцой добавить. Поэтому здесь, как ваша фантазия будет работать, так вы можете сделать себе макияж. Мы очистили кожу лица. Теперь нам нужно сделать тон. Тональное средство я немного высветлю. Добавлю белый аджастер. Чтобы нашу Снегурочку сделать такой морозной. Беру влажный спонж и растушую наше тональное средство. Не забываем про зону шеи. Все хорошо распределяем. Итак, наш тон готов. Теперь мы переходим к бровям. Бровки сделаем воздушные. Сделаем их такими широкими, натуральными. Карандашом прочесываю всю площадь брови. И растушевываю щеточкой. У Кати свои хорошие такие воздушные брови. Поэтому мы слегка даем им контур. Брови готовы. Теперь будем делать тени. Тени я взяла серебристого оттенка. Потому что цвета для макияжа Снегурочки должны быть такие холодные, серебристые, блестящие. Праздник все-таки как-никак. Поэтому я беру немного даже, они отдают сиреневым, сияющие тени и наношу на подвижное веко. Разнесла тени. Так, и я думаю, что можно еще добавить на нижнее веко тоже. Немного сияшки не помешает. Беру кисточку поменьше размера и наношу на нижнее веко наши жидкие тени. Готово. Теперь я возьму карандаш для глаз и растушую наш карандаш по верхнему веку. То есть близко к ресничному краю я наношу карандаш и кисточкой растушевываю. Сделаем глазки выразительными. Карандаш может быть серый, черный, коричневый. А может быть темно-синий. Прокрашиваю у слизнячка. Теперь смотрим наверх. И прокрашиваю нижний каял. Итак, наши тени закончены. Кремовый и карандаш. Теперь мы можем нанести сухие. Здесь я решила взять просто сияющий хайлайтер и закрепить подвижное веко. Слегка закреплю наши жидкие тени. Ну и какой же сценический макияж без накладных ресниц. Здесь я взяла ленточные ресницы. Можно взять пучки. Мне нужно измерить ленточную ресницу так, чтобы она полностью подходила нам по размеру от начала до конца ресничного края. Я измерила. И теперь буду подрезать хвостики. Подрезаю реснички. Мне понадобится клей для ресниц. Маленькую капельку клея. Надавливаю. И основание, где прикреплены искусственные реснички, я их обмакиваю в клей. И даю немного подсхватиться. То есть на воздухе клей должен немного подсхватиться. И прямо к основанию ресниц наших живых я буду ставить искусственные. Близко, близко к реснице. Придерживаю. Жду, пока они подклеятся к коже. Следующую ресницу точно так же. Для того, чтобы соединить искусственные ресницы с нашими натуральными, чтобы было не видно, я беру черный карандаш и прокрашиваю. Так скажем, эффект подводки. Прокрашиваю от начала слизистой до начала, где у нас искусственная ресница. Над ресницами я пройдусь черным карандашом. Ну вот, у нас мазаж уже более выразительный. Чуть-чуть распишу карандаш с тенями. Да, как раз-таки такой волшебный макияж с пушистыми ресницами. Как раз для нашей Снегурочки. Так, ну и теперь переходим к румяну. Румяна сделаем холодно-розовые. И беру кремовый румяна, пальчиком растушевываю по руке и переношу на щечки. Улыбнемся. На выступающие участки. Наношу наши румяна и помогаю спонжем. Такая будет зарумяненная Снегурочка. Только с мороза. Ну и, конечно же, после румяна нам обязательно нужно добавить хайлайтер. Хайлайтер я взяла такой прям супер-супер-ярким свечением. С маленькими микроблесточками, которые видно из космоса. И теперь на выступающие скулы, да, где у нас сверху выступающая точка, я начинаю зашлифовывать наш хайлайтер. Получается, делаю возвышающую линию, ухожу к вискам. Когда наша Снегурочка будет поворачиваться, то этот хайлайтер будет светиться очень ярко. Чуть-чуть на носик добавлю. Немного. И на галочку губы можно. Я думаю, что можно еще добавить пальчиком на яблочко глаза, что прям вообще супер-свечение. Ну и, конечно, нам нужно сделать губы. Здесь можно тоже экспериментировать. Можно взять серебряные, какие-то блестки, стразы. Ну, стразы нет, на губы не будем делать. Но вот если, например, есть такие серебристые, так же вот тени, можно. Но я бы, наверное, больше порекомендовала сделать натуральными, нудовыми или розовым оттенком. Все-таки это не макияж не для фотосессии, а такой более живой, так скажем. Потому что на фотке все смотрится гораздо спокойнее. А вживую это будет необычно. Кисточку для губ беру и наношу розовый цвет помады, чтобы он пересекался по оттенку с нашими румяными. Так, с губами готово. Чтобы добавить небольшой сказочности в наш макияж, я решила, что еще можно наклеить стразы. Стразы, я думаю, сделаем вот здесь, где у нас есть хайлайтер, да, светящийся, мы можем поставить там несколько страз. Я беру клей для ресниц, и где я буду ставить стразу, я ставлю точку из клея. Вот так сделала две точки. И ставлю стразинку. Теперь зафиксирую наш макияж. Фиксатором. Готово. И теперь давайте перейдем к прическе. Ну, как мы знаем, что у снегурочек обычно длинные белые волосы, оформленные в косички. Я думаю, что мы сейчас сделаем пару косичек воздушных. А здесь я могу оставить несколько прядок у лица. Я буду себе помогать специальным кремом, который сглаживает ушки. Так, заплетаем косички. Я думаю, косички многие могут внести, здесь ничего сложного. Маленькая силиконовая резиночка я закрепляю, фиксирую нашу косичку. И перед тем, как зафиксировать, мне нужно добавить воздуха. И здесь я уже начинаю вытягивать за краешки волосы. То есть, посмотрите, каким образом. Чтобы наша косичка была более воздушной. Можно было ее еще начесать с помощью пудры. Тогда они будут еще воздушнее. Наши косички готовы. Теперь остальные аксессуары. Это рукавички. Так, Катюш, надевай рукавички. И шапочка. Так, аккуратно, чтобы не принять. Ну что, наш такой волшебный макияж Снегурочки готов. Я думаю, что вам нужно тоже сделать какой-нибудь яркий макияж в новогоднюю ночь. Поздравлять всех своих родных и близких. Я желаю хорошего настроения. Встретимся в новом году. Всем пока! Далее наш эфир продолжит рубрика «Поймите правильно». В ней мы ежедневно рассказываем о фразеологизмах, их значениях и происхождении. Ведь образные выражения помогают разнообразить нашу речь и сделать ее выразительнее. Человеческий мозг – удивительный орган. Он начинает работать с момента вашего рождения и не прекращает, пока вы не соберетесь выступать публично. Так сказал комик Джордж Джессел. Чтобы не попасть в просак и не сесть в калошу при общении или выступлении, пополняйте лексикон. Божий одуванчик. Есть мнение, что впервые ироничное прозвище стали применять врачи по отношению к своим пациентам во время эпидемии сыпного тифа в конце позапрошлого столетия. Основным переносчиком тифозных бактерий были плотины и вши. Так что больным в обязательном порядке обривали голову. Понятное дело, что перенесшие тиф пожилые люди еле волочили ноги и имели очень изможденный вид. В процессе выздоровления их обритые головы покрывались пухом торчащих во все стороны седых волос. Так врачи ввели в обиход шуточное выражение «Божий одуванчик». На сегодняшний день оно чаще всего применяется по отношению к интеллигентным пожилым женщинам. Например, так нередко в шутку называют «смотрительниц музейных залов». Это была рубрика «Поймите правильно». До встречи в эфире! Те, кто привык путешествовать по Сахалинской области, знают, что главный предмет, который нужно взять с собой, это видеокамера. Новые ролики островных блогеров появляются в интернете постоянно, а наши корреспонденты изучают их и выбирают самое интересное, чтобы показать вам. Страсть сахалинцев к рыбалке нельзя измерить. Вот и островной блогер Светлана уже несколько недель проводит свободное время на водоемах. Не так давно она охотилась за кунжой на реке Тынь. Смотрите, какой я кунжи еще поймала. Вот это да! О, какая здоровая! В этот раз Светлана отправилась на озеро Буссе – излюбленное место сахалинских рыбаков. Женщина планирует поймать пару десятков жирной корюшки. Специально для этого она взяла с собой все необходимые снасти и палатку. Сидеть на ветру несколько часов – занятие не из приятных. На рыбалку Светлана поехала вместе с мужем. Как только они пробурили лунки, рыба пошла как мотыльки на огонь. Потенциальную добычу откармливали крилем и опарышами. Ну, Мова, рыбку вытащил. Он сидит вот по экрану смотрит. Вот его рыбка. У нее выдерну. Сидит, смотрит. Выхолод. Обожаю зимнюю медитативную рыбалку. Рыбалка – одно из множества направлений, в котором Светлана записывает видеоролики. Популярностью на канале женщины также пользуются сюжеты походов по природным достопримечательностям. Хотя, пожалуй, любимая рубрика подписчиков женщины – кулинарная. Буду просто жарить на сковородке, так что я просто посолю и поперчу. Обычно Сахалинка придумывает нестандартные рецепты и подачи блюд. В случае с корюшкой Светлана придумывать колесо не стала. Она подогрела сковородку, налила масло и поджарила рыбу до хрустящей корочки. «Здравствуйте, рыбачка Света и Вова! Отличный холод! Вы очень продвинутые рыбаки! Приятного аппетита! Будем надеяться, что корюшка скоро приплывет и в наши магазины!» С кулинарным шедевром женщина расправилась меньше, чем за час. Первый хвост, конечно же, продегустировала сама. Затем дала пару комментариев подписчикам и только потом покормила мужа. «Классная рыбалка! Спасибо! Очень интересно ходить с вами на рыбалку! Латхак для жарки рыбы! Рыбку в пакет, соль, перец и муку! Все стряхнуть! И вуаля! На сковороду! И руки чистые, и тарелки!» За обновлениями канала «Сахалинки» следят 172 тысячи подписчиков. Если хотите к ним присоединиться, смело открывать YouTube и ищите канал «Видео Цветланы». Вопрос к тем, кто съехал от родителей. Что вы сделали в первую очередь после того, как отправились в самостоятельное плавание по взрослой жизни? Многие из моих знакомых уже в первый год завели питомца. Это очень ответственный шаг. Давайте разберемся, как подготовиться к появлению собаки или кошки. Первое, на что стоит обратить внимание, если решили завести домашнего питомца, нет ли у вас и близких аллергии на животных? Типичными симптомами в таком случае будут зуд, чихание, кашель, покраснение глаз. Важно помнить, кошачья или собачья шерсть сама по себе чиста. Она не выделяет никаких раздражителей. Опасность кроется в слюне и секрете кожного покрова. Вопреки стереотипа магипоаллергенных породах, на сегодняшний день не существует полностью безопасных питомцев. Хотя прийти к компромиссу помогут постоянные гигиенические процедуры. Так, кошек нужно мыть 2-3 раза в неделю. А собаку можно каждый день. Не стоит забывать про игрушки и постельные принадлежности питомца. Они служат копилкой вредных бактерий. Подходить к появлению питомца нужно всегда осознанно. Недаром у современных пар существует практика завести сначала, например, собаку, а потом уже ребенка. Помимо постоянного внимания и заботы, животное требует немалых денежных вложений. В базовый набор обычно входят расходы на первичные медицинские процедуры и прививки, корм, лежанку, миски, поводок или шлейку, игрушки. Деньги также могут потребоваться на непредвиденное лечение. Стоит помнить, если кошки чаще всего независимы и редко портят мебель, когда заскучают по хозяевам, то с собаками подобное не пройдет. Активные породы, к примеру, хаски, маламуты, доберманы, способны устроить погром в квартире и съесть ваш диван всего за несколько часов. При выборе питомца нужно изучить всю информацию о желаемой породе. Так, тибетскому мастифу с минимальными размерами до 70 сантиметров и весом до 82 килограммов в квартире даже с большим метражом явно будет тесно. Бенгальской кошке и сервалу замкнутое пространство тоже придется не по душе. В подобных породах изначально заложены совершенно иные генетические задачи – охранника и хищника. Ждать от них спокойствия и покладистости просто невозможно. При выборе питомца не стоит экономить. Чаще всего перекупщики продают щенков или котят без документов и достоверной информации о их здоровье. Поэтому лучше брать животных у заводчиков. Но если вы готовы спасти беднягу из приюта или забрать с улицы, важно обследовать его у ветеринара и принять риски. При появлении питомца важно не только заботиться о нем, но и воспитывать. С щенками разучивать базовые команды можно, начиная с двух-трех месяцев. Именно в этот период малыши начинают воспринимать и усваивать информацию. Переходить к более сложным командам нужно с семи месяцев или одного года. Кошек же дрессировать бесполезно. Главная причина заключается в генетике и естественном стремлении к одиночеству. Кошкам не нужна стая. Они привыкли делать все самостоятельно. Для них не существует лидера, особенно в лице человека. Хотя от еды и теплого крова современные мягколапые все же зависят. А постоянный контакт и ласка помогут их приручить. В завершении нашей программы традиционная зарядка. Она поможет быстро пробудить организм, а также поддержать хорошую физическую форму. Как разнообразить тренировки, расскажет наш фитнес-тренер. Доброе утро! Я знаю, что многие из вас заботятся о своей осанке. Но вы не знаете комплекса упражнений, достаточно простого, который можно выполнять дома ежедневно без инвентаря. Я вам сегодня покажу одно упражнение, которое вы сможете выполнять ежедневно. Для его выполнения не требуется никакого фитнес-инвентаря, только ваши руки. Вы можете выполнить его прямо сейчас вместе со мной. Нужно лечь на живот. Погружаем таз в пол. Подвздошные кости и лобковую кость погружаем в пол. Ногами вытягиваемся из таза. Почувствуйте, что ваши бедра активировались. Соберите ладони в замок и положите ладони на голову. Если мобильности в плечевых суставах недостаточно, оставьте голову на весу. Я буду держать голову. Точнее, голову положите на пол. Если мобильности в плечевых суставах достаточно, голову держите на весу. Собираем локти в замок. Если вы, как я, остаетесь в позиции голова на весу, тянитесь макушкой вперед и найдите опору в два передних ребра. Это делается для того, чтобы ваша поясничная область не перегружалась. Если голова у вас остается на полу, тогда просто тянитесь макушкой вперед. Итак, с выдохом вы начинаете тянуться локтями вверх, стараясь максимально приблизить лопатки друг к другу. И возвращаем локти обратно. На выдох тянемся локтями, остаемся в этой позиции несколько счетов и возвращаемся вниз. Если голова на полу, то, соответственно, движение будет следующим. Здесь не только будут работать мышцы спины, но и также вы будете раскрываться в грудном отделе. Если вы выполняете это упражнение, будете с головой на весу, то также потренируете длинные разгибатели спины и шеи. Это позволит улучшить осанку еще больше. Так как мы очень много проводим времени в положении сидя, за гаджетами, за компьютерами, голова наша опускается, взгляд у нас в большей степени в течение дня направлен вниз, соответственно, мышцы шеи у нас расслабляются. И именно это упражнение позволит вернуть голову на свое место, то есть строго над грудным отделом. Выполните это упражнение по своим ощущениям. Ориентируйтесь где-то на 10-15 повторений. Можно выполнять это упражнение в течение дня. То есть сделали один раз, передохнули, занимаетесь своими делами, например. И затем повторите это упражнение днем и еще раз вечером. Я у вас уверяю, что результат не заставит долго себя ждать. Вы будете чувствовать приятное раскрытие в грудном отделе и тонус мышц спины. Я желаю вам прекрасного дня и отличного настроения. Пока-пока. Вот и подошел к концу наш ранний сахалинский эфир. Надеюсь, нам удалось порадовать вас интересными историями. В студии была Юлия Бель. Встретимся завтра в это же время на Солнце ТВ. Новый современный торгово-развлекательный центр «Аллея». Вас ждут лучшие магазины. М-Видео, Детский мир, Симост, бренды одежды «Левайс», «Лайм», «Пифри», «Зарина» и многие другие. Крупнейший на Сахалине гастромаркет «Арбат», где вы можете купить свежие фермерские продукты, а также посетить более 30 кафе и ресторанов с кухней различных стран мира. Ждем вас ежедневно по адресу улица Фархуддинова, 3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова